Но это даже немножко удивительно. Люди теперь захотели иметь классные, но при этом компактные флагманы. Всем большое привет, друзья! Меня зовут Фила, это канал Честный Блог. Я прямо сейчас нахожусь в Китае, потому что завтра состоится презентация нового iQ13 флагмана. По секрету вам скажу, iQ также появится скоро в России. Но самое, наверное, важное лично для меня это то, что буквально несколько недель назад состоялась презентация нового компактного флагмана Vivo X200 Pro Mini. И этот смартфон на самом деле очень сильно людей зацепил, потому что у него крутые технические характеристики и крайне компактный корпус. Во-первых, три камеры по 50 мегапикселей, основная, сверхширокоугольная и телевизор с трехкратным оптическим влечением. Здоровенный аккумулятор на 5700 мАч. Вы только представьте, этот аккумулятор больше, чем любой другой аккумулятор в любом другом флагмане. При этом это компактный флагман, а мы сравниваем с большими флагманами. Это и крутые LTPO-экраны, и влагозащита IP68-69. И цена в целом нормальная, потому что на него цены начинаются где-то от 600 с лишним долларов. Ну, здесь, в Китае. И главный, наверное, вопрос, является ли этот смартфон действительно мини-версией главного флагмана Vivo X200 Pro. И, конечно же, когда начинаешь разбираться в этом вопросе, вылезают различные моменты, которые, конечно же, могут тебя очень легко остановить от покупки этого смартфона, начиная с того, что он продается исключительно на Китай. Соответственно, здесь есть определенные нюансы. Но, с другой стороны, очень крутой телефон с впечатляющими техническими характеристиками. В общем, друзья, что из себя представляет Vivo X200 Pro мини, его плюсы и минусы, давайте разберем. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! В первую очередь, друзья, я попрошу вас поставить лайк под это видео, просто потому что я старался максимально быстро достать для вас этот смартфон. Буквально несколько дней назад стартовали продажи, а этот телефон уже у меня. Так что, пожалуйста, стопаните, поставьте лайк. Это ваше действие даст возможность большему количеству людей увидеть видео про Vivo X200 Pro мини. Согласитесь, это важно. Знаете, друзья, это прям интересная тенденция. Люди действительно стали отказываться от больших флагманов в сторону компактных флагманов. Например, большое количество моих друзей больше не покупают себе Max-версию айфона, а покупают себе просто прошку. Про понты забыли, теперь просто покупаем хороший смартфон. И вот здесь ровно такая же история. Люди хотят перестать покупать вот такой здоровенный Vivo и хотят купить маленький, компактный, но при этом очень мощный смартфон. Сам с компактностью у Vivo все хорошо. Он весит 187 граммов. Это меньше, например, чем Pixel 9, но это больше, чем Galaxy S24. Толщина у него 82 миллиметра. Это опять же меньше, чем Pixel 9, но при этом больше, чем Galaxy S24 Ultra. Сразу, конечно же, хочется отметить, что в такой компактный корпус воткнули такой здоровенный аккумулятор. 5700 миллиампер час. Еще раз обращу ваше внимание, что это аккумулятор, который обычно не помещается вот в большие смартфоны. А здесь он поместился в компактную версию. По бокам, конечно же, металл, причем это матовый металл, соответственно, он не собирает отпечатки пальцев. Сзади у нас стекло и вот три камеры. Многие, кстати, говорят, что вот этот кружок не очень сильно вписывается в такой смартфон. В моем представлении здесь особо никакого рассинхрона нет. Интересно узнать ваше мнение. Что вы думаете по поводу дизайна, а именно вот этого блока камер в таком смартфоне? Кстати, я хочу сказать отдельное спасибо, конечно же, моим друзьям, телеграм-каналу Пекин Близко, потому что они очень быстро, просто максимально быстро доставили мне этот смартфон. 25 октября стартовали продажи и буквально через пару дней этот смартфон уже был у меня. Так что, если вам нужно привезти что-то из Китая быстро, оперативно, телеграм-канал Пекин Близко, у них более 35 тысяч подписчиков. Переходите, изучайте, смотрите. Есть один интересный нюанс. Если компания Vivo хотела сделать смартфон, который похож на iPhone, то на самом деле этот смартфон не сильно похож на iPhone. Он похож на Galaxy S24, потому что iPhone как раз и похож на Pixel 9. Более покатые грани, более скругленные углы. Вот там как раз-таки прямо копия iPhone. А здесь другая ситуация. Этот смартфон действительно очень похож на Galaxy S24. Давайте сразу обозначим вот какой важный момент. Это китайский смартфон, и здесь есть определенные ограничения, которые влияют на возможность вас купить этот телефон. Ну, во-первых, здесь можно использовать две сим-карты, но при этом здесь нету eSIM. Здесь огромное количество китайского софта, который вы без проблем можете удалять. И здесь изначально не активированы Google сервисы, но что самое прикольное, вы их активируете. Мало того, как только вы их будете активировать, а просто запускайте, например, YouTube, и вам смартфон говорит, для YouTube, нужны Google сервисы активировать, и тут же, когда он говорит активировать, он еще спрашивает, а вам и скачать Google Play? Ну, то есть это прямо очень хорошо, автоматически все происходит. Так вот, несмотря на это удобство, к сожалению, здесь нету 20-го бенда. И это может вынести определенные ограничения в пользовании интернетом на вашем смартфоне. Да, я уже много раз рассказывал, что обычно с 20-м беном особенно проблем нет. У меня в Петербурге есть несколько мест, где смартфоны без 20-го бенда не очень ловят или не ловят вообще. Это часть Невского проспекта и часть Васильевского острова. Но в остальном у меня работает все хорошо. Даже когда ты едешь в другой какой-то город, все работает хорошо. И я вот недавно приезжал в город Киров на выступление как раз таки, а там у человека был Xiaomi 14-й, а в Xiaomi 14-м не то что 20-го нету, там даже 7-го нету. И он говорит, вообще работает отлично. Так что, конечно же, все очень зависит от того, где вы его используете. Но важно это помнить, 20-го бенда нет. Ну и, конечно же, так как это китайский смартфон, если с ним что-то случится, вам придется самим этот вопрос решать. Но в остальном этот смартфон отлично подходит для работы. Здесь, конечно же, есть русский язык прямо из коробки. Здесь нету никаких проблем, как я сказал, с установкой Google сервисов. Здесь нету проблем с оплатой через NFC, потому что все работает. Здесь сверху нету инфракрасного порта, но он встроен в заднюю крышку, поэтому он на самом деле есть. Я уж молчу про мощнейшие процессоры, конечно же. Экран. С ним тоже все хорошо. Максимальная яркость 4500 нит. С шимом все тоже очень прилично. Минимальные показатели на максимальной яркости. И чуть больше 10-15, когда у нас низкая яркость. Это LTPO, AMOLED, поддержка HDR10+. Диагональ дисплея 6,31 дюйма. И это очень яркий, контрастный, не меняющий цвета экран. Все в нем хорошо, кроме отпечатка пальца, потому что здесь не ультразвуковой, а оптический. Во-первых, он находится низковато, и им не очень удобно пользоваться. Ну, во-вторых, это даунгрейд по сравнению с 200-й прошкой. В целом, по своему опыту, я могу сказать, что ультразвуковой или оптический сканер особенно значения не имеет. Просто ультразвуковой работает быстрее. И даже если, например, у вас влажные руки, он все равно сработает. Но зато здесь очень хорошо работает разблокировка по лицу, даже когда темно. А вот я сегодня ходил по шинжению, вечером фотографировал, все равно разблокировка по лицу работает. Конечно же, здесь есть All-Vison дисплей. И вообще Vivo, я вам могу сказать, огромное количество настроек. Особенно, что касается различных анимаций, перелистываний и всего остального. Как работает анимация, например, сканера, щетка пальцев. Какие анимации происходят при смене рабочих столов и так далее. Здесь все это настраивает. Я люблю как раз такие смартфоны, где оболочки позволяют тебе глубоко зарыться в настройке. По памяти шикарно. 12256, это минимальная версия. Максимальная это 1 терабайт и 16 гигов памяти. Конечно же, это самая быстрая память, потому что здесь быстрейший процессор. Буквально несколько недель назад компания Mediatek презентовала свой Dimensity 9400. И что самое интересное, вот эта Dimensity 9400 во многих тестах работает интереснее, чем Snapdragon 8 Elite, который также недавно презентовали, на котором как раз-таки сейчас будут выходить все флагманы и OnePlus, и Xiaomi, и прочие смартфоны. Также интересный момент, что Mediatek себя очень хорошо показывает в плане нагрева, троттлинга. И прошлый год показал, что, например, 9300 работал стабильнее, чем в Snapdragon 8 Gen 3. Он и баллов Antutu набирал больше, и меньше троттлил при игре. И здесь у меня, смотри, что получается 2 546 000 баллов и нагрев до 40 градусов. За время прогона Antutu смартфон потерял 7% аккумулятора. И если посмотреть на график троттлинг-теста, он тоже хороший. 493 000 гипсов. Это, кстати, не максимальные показатели. И если, кстати, посмотреть на график троттлинг-теста, он тоже очень приличный. То есть 30 минут работы, 100 потоков и никакого критического проседания, никакого сильного нагрева. Смартфон в целом нагревается чуть больше 40 градусов. Так что можете быть уверены, что в плане игр, в плане производительности, это смартфон, которого вам хватит точно на несколько лет вперед. Я думаю, что года на 4, может быть, на 5 точно хватит. Я, конечно, не знаю, сколько компания Vivo планирует обновлять и присылать сюда свои новые операционные системы, но точно 3 года наверняка это будет. Ничего, кстати, не сказал, но здесь шикарно тонкие рамки. Очень приятно. Смартфон выглядит с фронтальной стороны. Ну, я говорю, экран здесь кайфовый. Также хорошая здесь вибра. У него такое четкое, приятное постукивание. Я настоятельно, кстати, рекомендую вам поставить клавиатуру Gboard, потому что с ней вибрация при нажатии клавиш будет прикольнее. Мало того, в принципе, с этой вибрацией достаточно часто встречаешься с системой, то есть ты чувствуешь этот смартфон плюс есть настройки, а более интенсивно или менее интенсивно. Но при этом, когда ты открываешь камеру и, например, меняешь фокусные расстояния, то почему-то здесь вибрация не работает. Звучит так очень жирненько, я могу сказать. Может быть, немножко низов не хватает, но в целом я бы сказал, что стерео достаточно хорошее, широкое. Слышно, как звуки переходят из одного канала в другой. При этом нету никакого перекоса ни на верхнюю сторону, ни на нижнюю. Стоит также отметить, что здесь максимальный топ по беспроводным соединениям. Это Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Есть поддержка высококачественных кодеков, APTX HD, а также LHDC 5. Соответственно, если у вас будут еще крутые наушники, и если вы еще Loatless музыку будете слушать, вообще будет все замечательно. А вот снизу USB не очень быстрый. Версия 2.0. И это еще одно отличие от флагмана. По аккумулятору все очень круто, потому что здесь большой аккумулятор на 5700 мАч, и он показывает себя уже хорошо, и точно вам, конечно же, его будет хватать на день. У нас, естественно, в комплекте быстрая зарядка в 90 Вт. Плюс есть беспроводная зарядка в 30 Вт. И есть еще реверсивная зарядка. При помощи этого смартфона, положив сверху какой-то другой гаджет, вы можете его заряжать. Что касается операционной системы. Ну, во-первых, здесь установлен Android 15. То есть, по сути, на данный момент только у Pixel есть Android 15 и у смартфона в компании Vivo. Также интересно, что здесь фирменная настройка под названием Origin 5.0. Я уже сказал, что она очень гибкая, в ней большое количество настроек. И есть люди, которым нравится, вот она. Есть люди, которым вот не нравится она, они считают это китайщиной. Мне эта оболочка нравится. Во-первых, она шустрая, очень плавная, красивая. Во-вторых, большое количество функционала. Тут разделение экрана и клонирование приложений, и включение DC Dimming'а. В галерее есть настройки, связанные с искусственным интеллектом, ну и так далее. В общем, мы это все проходили. И вот главный вопрос, конечно же, был у людей. Окей, хорошо, а что там с камерой? Потому что здесь три камеры по 50 мегапикселей. Основная Sony LVT-818. Ровно такая же, кстати, как и на 200 Pro. Есть оптическая стабилизация, апертура 1.6. Достаточно светосильная. Дальше есть телевичок на 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зубом, чтобы вы могли делать классные портретики. Это не тот 200-мегапиксельный телевичок от компании Samsung по названию HP9, который используется как в этом 200 Pro, так и в 100 Ultra. Здесь телевичок попроще. Ну и ультраширокая камера на 119 градусов, тоже на 50 мегапикселей. Можно снимать видео. 4К 60 кадров в секунду. Флагман, кстати, умеет снимать 4К 120 кадров в секунду. Ну а это уже начиная съемка. Тоже 4К 60 кадров в секунду. Опять же смотрим на стабилизацию. На то, как отражаются шаги или не отражаются. Опять же, яркие объекты. Динамический диапазон. Яркие цвета. Надпись Uniqlo. Ну что, все очень прилично. Примерно одинаково. Делаем увеличение. Все выглядит очень прилично. Сверширик. Фронтальная камера здесь на 32 мегапикселя. Тоже умеет снимать 4К 60 кадров в секунду. В целом, что я могу сказать по поводу камеры. Ну, во-первых, то, что она дает очень хорошие результаты. И в большинстве случаев, конечно же, вы будете получать тот результат, который вам понравится. Это касается и основной камеры, и телевечка, и сверхширокугольной камеры. Фотографии днем и ночью получаются достаточно хорошие по цветам, по контрасту, с небольшим количеством шумов. Мало того, здесь ведь есть еще прикольные настройки, которые вы можете использовать. Здесь у нас взаимодействие с компанией CES. Поэтому вы можете выбирать либо яркий режим, который стоит изначально. Либо брать натуральный, либо текстурированный, чтобы у вас было больше деталей. Но от этого, получается, фотографии слишком уж обработанные. Здесь есть лазерный автофокус, поэтому с ним особо промахов никаких не будет. Но тут стоит отметить очень важный момент. Все-таки тот 200-мегапиксельный модуль, который установлен в сотке Ultra, который создает вот на данный момент ту магию компании Vivo, К сожалению, здесь его нет, и поэтому вы не будете получать вот такие прикольные портретики, которые вы могли получать вместе с Vivo X200 Pro и Vivo X100 Ultra. Да, безусловно, здесь будут хорошие фотографии, резкие, четкие. Здесь есть режим моментального снимка, при помощи которого вы можете фотографировать двигающиеся предметы. Но здесь не будет того вау-эффекта, который есть на телевечках более старших моделей. Важно вам это или нет, это уже другой вопрос. Большинство людей на самом деле даже не понимает, что такое телевечок и чего все к нему так привязались. Большое количество людей, например, покупают базовые айфоны, в которых нету телевечка, и вообще не паются на эту тему. Поэтому тут, конечно же, имеет значение, а нужен ли вам он, и понимаете ли вы, зачем он вам нужен, и что при помощи него вы можете делать. Если вы не знаете, что при помощи него можете делать, это классный портретик. В первую очередь, конечно же, классный портретики, трехкратное увеличение 70 миллиметров, хорошие пропорции, правильные пропорции, отделение переднего плана от заднего и так далее. Да, к сожалению, здесь не такая ситуация, как с айфоном, когда у нас и Pro Max и Proшка, они абсолютно одинаковые по камерам и различаются только размерами по сути корпуса и аккумулятора. Здесь, к сожалению, есть все-таки определенный downgrade. Так что, друзья, давайте прямо сейчас взвесим все за и против. Ну, что касается плюсов. Безусловно, это крутой процессор, крутой аккумулятор, хорошие камеры, компактный корпус, классно лежит в руке, здорово работает. На несколько лет вперед вы можете вообще забыть о существовании других смартфонов. Это точно. Что касается минусов. Это китайский смартфон, поэтому у него нету 20-го бенда. У вас будут определенные нюансы с гарантией. Здесь большое количество китайского софта, который вы, в принципе, удаляете без проблем, но все-таки это такая небольшая помойка. Ну и плюс, если вы все-таки ждали, что камеры будут такими же, как на 200 Pro и 100 Ultra, нет, телевик здесь отличается. Что касается цен, 600, 700, 800 долларов, примерно такие цены здесь, в Китае. Конечно же, если вы этот привезете смартфон в Россию, он будет стоить подороже. Собственно, вот такая вот история, друзья. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого смартфона. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Очень интересно узнать, заинтересовал ли он вас. И есть ли у вас желание перейти с вашего телефона на этот телефон. От себя говорю большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Обязательно поставьте лайк, потому что я старался максимально быстро достать для вас этот гаджет. Надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. На этом все. Берегите себя и своих близких. Всем счастливой. Пока.